Крепкий чёрный кофе Крепкий чёрный кофе Доброе утро! В студии самого раннего хорошего утра Нина Манчинская, Игорь Шомос, привет! Привет, привет! Ура! Не так много проснувшихся людей в студии Надеемся, по ту сторону экрана вас гораздо больше И, как всегда, мы уже готовы бодрить вас И заряжать прекрасным настроением В общем, первая воспитанная новость за сегодня Собака по кличке Джек Очень любит, скажем так, мороженку И... Готов бежать, когда слышит, что фургон подъезжает Просто со всех лап обычно Джек всегда оказывается первым И ему мороженщик выделяет Такой маленький собачий сюрприз В виде мороженого Но в этот раз Джек не успел И перед ним влезла какая-то женщина Джек не стал откусывать ей голову Это питбуль вообще-то Он просто сел в очереди Дождался своего... Своей очереди Своего вот этого триумфа И, конечно же, тетя, которая была за ним Угостила его лакомством Ну, знаешь, мороженку он ел не так воспитанно Как ждал в очереди Ну, как мог, так и ел Если бы ты был питбулем, я бы посмотрела Как бы ты ел мороженое Ну, знаете, ну, по крайней мере Этот пес гораздо воспитаннее, чем водители В Англии Ну, некоторые, да Действительно, там тоже есть летуны, гонщики И вот мужчина, который живет как раз на улице По которой носятся такие невоспитанные автолюбители Решил проблему, ну, можно сказать, по-русски Я убеждена в том, что идею он все-таки стащил у нас Да, он взял просто и сделал чучело из женщины Ну, не чучело Ну, не прямо чучело Ну, как это еще назвать? Такие вырезы Ты знаешь, что такое чучело? Ну, можно в огород ставить, мне кажется, ее Пускай там скорость мерят В общем, вот такая вот женщина из папье-маше С радаром в руке Теперь стоит возле его дома В костюме гаишника Как с радаром? Это просто коробка, похожая на радар Вот Она ничего не засекает, никакую скорость Но водители, когда видят ее Конечно, притормаживают Ну, это как у нас, картонные полицейские машины Ты тоже едешь, вроде знаешь, что из картона Все равно притормаживаешь, потому что, ну, никто не хочет схватить штраф В общем, почему женщина с радаром, тоже непонятно Ну, да, вопрос Наверное, потому что ПДД надо соблюдать в любом случае Потому что ты подвергаешь опасности не только себя, но и всех остальных Поэтому будьте внимательны и соблюдайте ПДД Да, но вообще не случайно мы про автомобили заговорили сегодня Дело в том, что несколько десятилетий назад Именно в этот день в США ввели закон о том, что женщина может водить автомобиль на полных правах так же хорошо, как мужчина Ну, конечно, так же хорошо Я бы поспорил Что? В смысле? Ну, иногда даже лучше женщины водят, чем мужчины Ну, это, мне кажется, редчайший случай Это, может, спортсмены какие-то Женщины, любая женщина водит машину лучше, чем мужчина Спорим Да что ж ты так... В общем, друзья, мы решили не устраивать здесь скандал в студии, а прямо по-рыцарски Вызвали друг друга на дуэль Рыцари, не знаю, вызывали друг друга на дуэль или нет И решить вопрос силой Смотрим Ну что? Выбирай оружие Электросамотка А я тогда карт Не, я тоже тогда карт Я тоже карт Я тоже Здравствуйте, товарищи калоты Мы рады приветствовать вас в нашем картодроме Формулакарт Расскажу вам краткий инструктаж У машинки две педали Справа газ Слева тормоз Одновременно две педали нажимать запрещено Машина ломается Увелики отмашку флагом Это означает, что у вас остался последний круг Все, отличной гонки Спасибо, все понятно Тебе понятно? И мне понятно Погнали! Раз, два, три ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что и требовалось доказать Зато ты не рожал Так ты тоже Не, ну это же было очевидно Но я бы не спорил просто так, если бы не был уверен Абсолютно необъективное соревнование Ну, конечно, на машинах ездим Абсолютно необъективно В общем, друзья, для того, чтобы немного урезонить Игоря Сегодня в гости Лично я пригласила прекрасную девушку Инструктора по вождению Маргариту Гуцалу Доброе утро, Маргарита! Доброе утро! Давно вас у нас не было Рассказывайте, кто машину водит лучше Надо разделить понятие вождения в целом и управления транспортным средством Вот управление транспортным средством интересует Но женщины же аккуратнее Если кто-либо когда-либо говорил, что вождение автомобиля водители, мужчины водят лучше, то они имеют в виду, что мужчина лучше управляет машиной Они сильнее просто Но не водит машину лучше Ну, это спорно Если, например, поставить 10 мужчин и 10 женщин и попросить их сделать параллельную парковку Я думаю, что мужчина сделает быстрее Но не даже качественнее Не надо Не, ну это лично мое мнение Мужчина, он лучше владеет габаритами Он лучше чувствует дорогу Да, где-то Продолжайте Но мужчина в то же время превышает скоростной режим Мужчина чаще не соблюдает дистанцию между транспортными средствами Мужчина чаще ездит по ночам, чем женщина Мужчина резче перестраивается из полосы в полосу И тут приходит женское вождение Женщина, она как села в рядочек, так и едет ровненько Спокойно, по правилам Женщина заранее, заранее выстраивает свой маршрут Конечно, можно сказать, что вот я только что сейчас ехала И видела, что женщина что-то она вытворяла на дороге Под кирпич поехала Да, под кирпич это не так опасно, как что-то делать аварии Но по статистике, к сожалению, мужчины делают аварии больше Потому что мужчины, они более импульсивнее перестраиваются с полосы в полосу Но в то же время они лучше читают навигатор Лучше владеют картой Женщина может запутаться с навигатором Поэтому тут приходит, в общем-то, общая ничья Получается, в силу своей аккуратности Женщина, она безопаснее на дороге Безопаснее, она по-любому безопаснее Но мужчины, они более четче принимают решения на дороге И получается общая ничья Это равносильно, кто лучше готовит, мужчина или женщина Кто лучше воспитывает детей, мужчина или женщина Поэтому... Ответ очевиден Все женщина, друзья Значит готов, я бы поспорил Ну вот вы как инструктор по вождению Есть ли какая-то статистика, в каком возрасте легче научить водить автомобиль? Вот, очень нельзя разделять, в общем-то, мужское и женское вождение Вот я бы выделила категорию молодых водителей Вот это другая категория, категория до 25 лет Это у нас очень активная молодежь Вот они думают, что они сели за руль, что они все умеют У них все прекрасно получается Вот тут на этих водителей, да, конечно, обращать внимание Вот, ну, а разделять мужское или женское вождение Есть очень много плюсов и очень много минусов Какой-то и другой категории Ну а если именно вот в плане учиться водить автомобиль Когда лучше начинать? Когда ты молод и горяч? Да, в молодом возрасте обучаются легче А вот еще сейчас же появилось такое разделение на автомат И на механику обучения То есть ты когда учишься на автомат, тебе дают отдельные там права Водительская права, да Пометка какой-то, да Как вы считаете, это вообще правильно? Ну, знаете, если идут женщины Вот у меня очень много учится женщин, которые уже бабушки Которым надо возить внуков в детский сад Они садятся на коробку автомат Но молодежь в основном идет учиться на механику Они получают полноценные права И многие говорят, ой, как хорошо, что я пошел учиться на механику Или пошла учиться на механику Мне очень нравится переключать коробку передач И потом они покупают себе механику Потому что механикой владеть коробкой механической передачи Это равносильно, как не думать шагать Какой ногой мы шагаем, левой и правой Это все дело времени И временем научиться все вполне Ну, а ты сказали, приходят бабушки учиться Да Какие самые возрастные клиенты у вас были? У меня самая взрослая женщина была Ей было 80 лет Правда? Да И она научилась ездить на механике Ух ты! И она ездила на советской шестерке О, это самая лучшая школа, да? Это самая лучшая школа Она очень старалась Я у нее даже спросила, зачем вам заролить При моей тортичности Она говорит, у нас очень далеко дача Муж устает Какая молодец Я хочу довозить мужа с дачи Я говорю, мы обязательно с вами научимся ездить Заботливая Да 75 лет 80 лет Мужчина 75 лет у меня учился, да Но все не едут Все не едут Потому что у них огромная цель в жизни А самый запоминающийся был какой-то ученик у вас? Ой, все ученики любимые Все любимые Ну, вот самый такой Какой-то, может быть, учился дольше всех Или наоборот быстрее всех отучился Вот в этом 80 лет Она больше всех училась Она, конечно, долго училась Да, долго, но она целенаправленно шла к своей жизни Поэтому она ездит Она ездит Мне очень приятно видеть ее на дорогах Мы друг другу сигналим Иногда здороваемся На светофорах, когда останавливались Она говорит Думаешь, на тебя смотрят? На меня смотрят Да, ну, а так, конечно Вот В основном учится молодежь Учатся, стараются Соблюдают правила дорожного движения И говорю, не дай бог тебе нарушить Когда я тебя увижу на дороге Не следить Контролируете? Обязательно Обязательно контролирую Обязательно потом перезваниваю Спрашиваю, как у них успехи Как у них, что им непонятно Я всегда говорю, звоните Спрашивайте Не стесняйтесь Я вся ваша Мария говорит, вы не помните Сколько примерно человек Вот если так, на вскидку Благодаря вам уже с правами Статистику видите Статистика очень Наверное, больше двух тысяч Ого Ничего себе Думали, ну чего мне может научить женщина Но сейчас Нет Очень хорошо идут Очень хорошо Очень много у меня мужчин Очень много молодых парней Все идут учиться И даже есть такие Которые получили водительское удостоверение Не было водителя Не было машины Не было возможности водить И они приходят ко мне Восстанавливают навыки вождения Абсолютно нет понятия Мужчина, женщина И люди Даже кавказской национальности Абсолютно Ребята идут Абсолютно без проблем И мы дружим годами Годами дружим Со всеми учениками А вы сами любите водить? Доставляет вам это Как-то удовольствие? Я очень люблю водить У меня не было дня Чтобы я не сидела за рулем Если я не уезжаю куда-нибудь На самолете Не улетаю Да Вот А так я вожу каждый день За рулем каждый день У вас механика или автомат? У меня механика У меня и механика Это принципиально или нравится? Мне очень нравится механика Мне очень нравится механика Да Поэтому есть у меня и коробка автомат Я обучаю на коробке автомат И взрослым женщинам я спокойно Говорю, конечно Вы сводите только на дорогу Вы не думайте, как переключать передачи Но молодежь, она идет на механику Нравится механика Очень, да Маргарита, спасибо вам огромное Творческих успехов Вам побольше учеников Дороших учеников Да, достойных Спасибо Друзья, если что-то пропустили Заходите на сайт нашего телеканала Кубань24.tv Прямо сейчас факты спорт Факты погоды Новости Потом обязательно вернемся в студию Хорошего утра И узнаем, почему американцы хотят Атаковать НЛО И почему байкеры устраивают Какой-то семейный праздник Крепкий черный кофе Сонный шепот улиц И соседи сверху Мне кажется, проснулись Открываю окна И впускаю солнце ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотри, это солнце Оранжевого цвета Беги под ногами Целая планета В голове любовь Золотистое утро Это все оно Хорошее утро Доброе хорошее утро, дорогие друзья С вами Нина Манчинская и Игорь Шомас Просыпаемся с очень таинственными новостями Да, следующая новость Как раз для любителей тайн Неизвестности и фильмов Про НЛО Сейчас в соцсетях набирает популярность И очень активно Идея о так называемом Штурме Зоны 51 США Это такое место, которое охраняется военными Очень часто попадают в фильмы про НЛО Загадочные, да, различные В общем, что там случилось? Якобы тарелка Зона ВВС США Куда люди собрались В принципе, взять ее штурмом Почему? Все почему Потому что там когда-то упала летающая тарелка Якобы упала Есть такие подозрения И там нашли самых настоящих инопланетян Которых сейчас там Много Тестируют, я не знаю Может, с ними сидят в карты, играют Но так говоря Никто не знает точно, что происходит Поэтому люди решили собраться Атаковать военных Эту зону Зайти туда и сами посмотреть Да, более миллиона человек уже собрались Атаковать эту базу Поэтому военные уже начали бить тревогу Вот даже видим подготовку людей Как они готовятся к тому, чтобы начать Полноценную масштабную операцию С инопланетянами Как они их будут вывозить, видимо Как общаться с ними Причем звезды тоже решили принять участие Так как считают, что идея-то классная Ну, почему нет? Зачем томить себя какими-то тайнами и догадками? Всем же интересно, что там происходит Как там все это происходит Ну, блин, я бы с удовольствием Мне кажется, я бы тоже подписался И жил в Соединенных Штатах Слушай, ну Илон Маск Киану Ривз Чак Норрис Уже в своих соцсетях Выкладывают посты в поддержку этой идеи И мне кажется Мне кажется, фильм можно снимать и назвать Зона 50 Фильм о том, когда все это готовится Но о фильмах мы не зря заговорили Сегодня четверг, день кинновинок И о том, что посмотреть в кинотеатрах Нам расскажет наш коллега Юлия Смелых Юля, доброе утро! Я вот просто удивляюсь Что у меня за коллеги такие? Как расскажут что? Ну, я-то, видите, подготовилась Я тоже в зелененьком Пусть и не полностью Как себе идея Почти там с НЛО Знаете что? Я к этому всему отношусь немножко скептически А вот зато очень трезво оцениваю то, что будет происходить в этот четверг И есть что-то интересное? Ну, на мой взгляд, все такое разноплановое Надо просто выбирать Не все осветило, но кое-что сейчас расскажу Давай Вообще четверги, они хороши не только тем, что завтра пятница, последний рабочий день Но еще и потому, что киноновинки происходят именно в этот день Подробнее в киноафише Начнем, пожалуй, с одной из самых главных ожидаемых премьер этого лета Всем знакомая история превращения львенка Симбы в настоящего льва Теперь в качестве игрового фильма Джон Фавро, режиссер «Железного человека» с помощью компьютерной технологии Вдохнул в новую жизнь мультфильм 1994 года «Король лев» И снял ремейк, подарив зрителям возможность разглядеть богатство красок бескрайней саванны Соприкоснуться с величием дикой природы и ощутить себя частью этого невероятного мира В озвучивании «Короля льва» приняли участие множество известных актеров Среди них Джеймс Эрл Джонс Единственный, кто принимал участие в озвучивании как оригинального мультфильма, так и ремейка Его голосом в обоих проектах говорит Муфаса Новый фильм, судя по комментариям в сетях, рискует сорвать куш Многих зрителей задела ностальгия Кого-то привел в восторг визуальный ряд И почти всем понравились Тимон и Пумба Вот что пишут «Король лев» — чудесная адаптация знаменитой классики Есть несколько мелких изменений, которые только улучшают то, что и так было великим Фотореалистичная компьютерная графика пошла на пользу картинке Все эти гривы волос, развивающиеся на ветру или капли дождя, стекающие по волосатым спинам бабуинов Смотрятся неприлично реалистично Кое-кто даже пророчит Льву стать первым анимационным фильмом, дважды взявшим Оскар В общем, идите в кино, смотрите, составляйте свое мнение Король подобен солнцу, что идет от рассвета к закату Однажды мое солнце здесь погаснет И взойдет твое солнце нового короля Нет никакой сомнений, что я пойду на этот мультик, но, если честно, у меня даже есть план Я опоздаю где-то на треть фильма, потому что я так рыдала, когда умер папа короля льва Я не представляю, как это все будет реализовано Не переживай, говорят, что эмоции есть, но картинка местами даже отвлекает от них В общем, идите, посмотрите, желательно вовремя Кот Гиас, воскресший Лилуш, последний четвертый фильм ремейка оригинального японского сериала В двух словах, это заключительная глава саги о Лилуше Отпрыски императорского рода и великом революционере Который поставил целью своей жизни разрушить Британскую империю Потому что в альтернативной реальности Британская империя захватила мир Обрушивая на непокорных мощь своей военной машины Благодаря встрече с таинственной зеленоволосой девушкой Лилуш получил магический дар, так называемый Гиас В иерландской мифологии это слово означает обет или уговор Позволяющий подчинять себе волю других людей Режиссером картины стал Танегу Тигаро Который работал над предыдущими картинами Кот Гиас начиная с 2006 года Из интересных фактов о фильме Лилуш не говорит примерно до 40-й минуты фильма До этого он только кричит Фанаты наверняка порадуются А для тех, кто совсем не знаком с жанром Надо помнить о возрастном ограничении 16+. Вы разрушили мир, что завещал нам Лилуш Защитник, всегда избегающий смерти Вот что я уже узнал о тебе Скажи-ка мне, ты понимаешь, кто твой друг, а кто враг? Следующая премьера российская Фильм «Это не навсегда» В центре сюжета истории четырех воспитанников детского дома У каждого из них своя история, проблемы и переживания Своя неповторимая улыбка и заразительный смех Каждого из них ждет свой путь, но мечтают они об одном – найти свою семью Жизнь героев нелегка, но они верят, что это не навсегда Съемки проходили в настоящих детских домах В Москве, Подмосковье, в детском центре Орленок и в Балаклаве По сюжету действие происходит в детдоме под названием «Золотая рыбка», что очень символично Им хочется верить, что главное желание исполнится Идея картины пришла режиссером Евгении Яцкиной, Алене Рубинштейн и продюсеру Катерине Михайловой Когда они оказались в числе гостей на Дне Чебурашки – уникальная боготворительная акция для детей-сирот Финансовую поддержку картине оказало Министерство культуры страны В картине сидит не только юный талантливый артист, но и звезд российского кино Олгриппина Стеклова, Александр Мохов, Яна Исипович, Ольга Лапшина В марте этого года фильм был показан на 17-м фестивале дебютов «Дух огня», где получил приз за лучший европейский детский фильм А от него мать отказалась Да кому я нужен? У меня срок годности вышел, взрослые Ты же у меня был, отец, я бы его нашел Он всю жизнь как-то четко выбрасывали на улицу, поэтому так вот И ничего, что из-за какого-то чужого пацана, которого вы просто притащили, рушится моя жизнь Одиночество – это, наверное, то, чего нормальный человек больше всего в жизни боится А наши дети с рождения как норму воспринимают И в завершении обзора киноновинок этой недели американский приключенческий триллер «Искусство обмана» Он эксперт по искусству, вернее, его хищению Эдакий интеллигентный мошенник, ворующий произведения искусства у лос-анджелесской элиты Зовут его, конечно, Иван Она модель с задатками актрисы, высоким IQ, скелетами в шкафу и большими долгами Ее зовут Элиза Они любят деньги и риск, похожи, созданные друг для друга Или это лишь фасад, чтобы провернуть изысканную виртуозную аферу Больше похоже на арт-перформанс В роли режиссера и сценариста выступил Мэтт Асселтон На главные роли позвали звезду-дивергента Тео Джеймса и Эмилию Ротаковски из фильма «Исчезнувшее» Почему вы здесь сегодня? Я арт-консультант А конкретнее? Знаменитый грабитель банков Уилли Саттон На вопрос, почему он грабил банки Ответил Потому что там деньги Если бы Саттон был жив, он не стал бы грабить банки Он грабил бы богачей Очень впечатляет Бинго! Дорогие друзья, это, пожалуй, не все новинки, которые стартуют в этот четверг Поэтому бегите в кинотеатр, выбирайте то, что вам по душе Оставайтесь с хорошим утром У нас уже гости Да, Юлечка, спасибо тебе большое, друзья Ну а как еще развлечься этим летом, расскажем прямо сейчас Да, у нас в гостях Даниил Каравайный, технический менеджер байк-фестиваля «Тамань-полуостров свободы-2019» Который будет проходить в Голубицкой с 1 по 4 августа Уже 21 год Проходит, это правда, Даниил, доброе утро Доброе утро, да, в 21 раз мы будем делать наш фестиваль В этом году у нас много нововведений Это первое, что мы поменяли локацию Мы переехали с Веселовки именно в Голубицкую Почему Голубицкая? Ну, потому что мы столкнулись рядом определенных, можно сказать, проблем для наших гостей Веселовка, она, в принципе, небольшой поселок С очень маленьким номерным фондом И все наши гости, когда приезжали, и фестиваль был однодневный, либо двухдневный проблем Проживания в фалатах они не видели Когда фестиваль стал расти, стал уже там трехдневный Ну да, сейчас четыре дня Уже четыре дня, да, четыре дня жить в плавке не все хотят и не все любят Поэтому мы долго думали, долго выбирали И приняли решение фестиваль перевести в Голубицкую То есть в большую станицу, в большую курортную станицу С огромным номерным фондом, где каждый желающий может найти для себя любые номера, либо дома по своему запросу От там бюджетных кемпингов, да, элитных отелей, которые им будут по карману Как вообще? Я никогда не была на байк-фестивалях Как проходит? Как проходит? Что там происходит в четыре дня? Ну, то есть фестиваль, да, большая, имеет большую музыкальную программу То есть в этом году у нас будет три сцены, на них выступят свыше 60 групп И будут звезды, на самом деле Да, то есть в этом году у нас много очень иностранных звезд Это группа «Расмус» из Финляндии, группа «Кроссфейт» из Японии, группа «Бладивуд» из Индии Из Молдавии у нас будет группа «Инфектотрейн» и много наших российских именно групп Что будет с Голубицкой в этот момент? Ну, мы думаем, будет большой праздник, будут все радоваться, к нам придут на фестиваль, посмотрят, оценят его Но мы знаем, что вы позиционируете этот фестиваль как семейный Совершенно верно, да Байк-фестиваль и семейный, такое странное сочетание Почему? Потому что когда сам байк-фестиваль, 21 год назад его организовали, придумали То есть все были молодые, амбициозные С течением времени шло время, все обзавелись семьями, рождались дети И постепенно-постепенно вся та, скажем так, тусовка, которую я придумала, она уже стала семейным И поэтому с течением времени байк-фестиваль от такого байкерского, скажем так, неудержимого веселья Продвился в более семейный праздник Все приезжают со своими детьми, дети уже со своими детьми приезжают И поэтому мы уже стали позиционировать себя как именно семейный байк-фестиваль А то есть вот помимо концертных площадок, что там будет произойти? Да, то есть у нас будет много мастер-классов для детей Там будет лепка, слева из лука, там гончарное искусство Будут много фаер-шоу у нас будет, у нас будет салют То есть очень много будет детских городов, где дети могут продлить свое время То есть там горки, батуты, ну вот в таком плане все Ну и главное, это, конечно, море То есть люди едут на море отдохнуть 4 дня на море Но все-таки байк-фестиваль и уклон будет на людей, которые находятся вот в этом, грубо говоря, байкерском... Ну это не уклон, это просто как бы специфика фестиваля, который делает свою, ну так, фишкой Именно байк-движение, людям рассказывают, что такое байк Детям показывают, что такое байк, как на них кататься, из чего состоит мотоцикл Ну и в субботу, у нас как традиционный байк-день, когда проходят байкерские конкурсы И люди, пришедшие в субботу, могут наблюдать именно исконные байкерские конкурсы в нашем фестивале Ну то есть если я не байкер, я все равно буду сидеть, да? Да, вы можете спокойно приезжать, то есть наш фестиваль считается самым безопасным в России Потому что мотоклуб Blacksmith MC, который является организацией армазанного фестиваля Он обеспечивает безопасность всем зрителям, пришедшим на фестиваль И в последние годы у нас не случалось ни одного эксцесса в рамках фестиваля Примерно сколько человек, если есть такая статистика, присутствует на фестивале? Ну от трех тысяч и выше В этом году такое же количество ожиданий? Ну мы ожидаем, да, то есть мы не можем прогнозировать, потому что в основном покупают билеты именно на входе Поэтому мы до последнего не знаем, сколько будет людей, но по прошедшим годам можем судить, что от трех до пяти тысяч человек нас стабильно посещают А география большая, в принципе? Да, даже в этом году мы объявили группу Rasmus, там стали пятерки с Финляндией, их поклонники Которые спрашивают, как им лучше добраться из Финляндии на наш фестиваль Из Финляндии в Голубицкую как лучше добраться Так что география, в принципе, большая, люди приезжают со всей России У нас даже проходит на байкерский конкурс самый далекий, то есть пробег Люди приезжают с Владивостока, с Камчатки, то есть специально едут на байкерский фестиваль Какие еще? Какие еще есть байкерские конкурсы? В чем соревнуются байкеры, ну грубо говоря? Ну, то есть есть силовые конкурсы, то есть помимо конкурсов типа кастом байк, лучше байк, самый красивый байк, либо самый громкий выхлоп Существуют еще силовые, там, типа поднятие мотора, поднятие мотоцикла, кто порвет быстрее канадскими мотоциклами Ну, их очень много, то есть они как от физических, как от смешных, так и до спортивных То есть очень зрелищно все это будет проходить? Да, очень зрелищно, очень красиво, ну и надеемся будет А возрастные ограничения есть? Понятно, что с детьми можно Да, то есть у нас ограничения есть 18+, но если вы сопряжетесь с родителями, то мы... С семьей, да? Да, с семьей Вы сказали, что будут российские звезды Да, это у нас будет группа, ну из известных, я скажу, это будет ДДТ Это будет группа Люмэн, Нойс, МС, современные модные Анакондас Анакондас я обожаю Да, очень много всех, там из 60 групп, поэтому даже всех так не упомнишь А выступать они будут по какому-то расписанию, то есть где-то это все можно посмотреть? На сайте нашего фестиваля есть полное расписание, где указано, в какой день, в какое время будет выступать та или иная группа Регистрироваться как-то нужно? Говорить, сообщать, что я приеду с семьей? Попайте билет и вперед Все, покупаем билет, приезжаем и давайте еще раз напомним, когда и где С 1 по 4 августа, Станица Голубицкая, Темрюкский район Данил, спасибо вам огромное Спасибо вам Друзья, все в Голубицкую, лето, море, фестиваль Я не знаю, что можно еще придумать для того, чтобы провести этот замечательный летний сезон 2019 Лучше, круче, звезды В общем, будет все Если вдруг что-то пропустили, заходите на сайт нашего телеканала Кубань24.тв Прямо сейчас факты спорт, факты погода, новости Обязательно возвращаемся в студию, хорошего утра И узнаем, чем же опасен пляжный отдых И как скоро вернется к нам лето И вообще вернется или нет Пожалуйста, вернись Крепкий черный кофе Сонный шепот улиц И соседи сверху Мне кажется, проснулись Открываю окна И впускаю солнце Смотри, это солнце Оранжевого цвета Беги под ногами Целая планета В голове любовь Золотистое утро Это все оно Хорошее утро Доброе утро Доброе утро, друзья! В студии самой ранней программы Игорь Шомас Нина Манчинская И мы уже бодры и веселы Надеемся так же, как и вы Если нет, сейчас все исправим Вот, Игорь, интересно, что самое важное с утра для мужчины? Конечно, завтрак Есть, это же такое удовольствие Правда? Покушать надо всегда с утра Ну просто для женщины, мне кажется, решить, что надеть Это прям проблема Каждое утро возникает у меня И у всех моих знакомых Женщин, девушек Для этого, конечно, необходимо знать, что там с погодой К чему готовиться Вообще вернется ли лето к нам еще когда-нибудь Об этом точно знает наш коллега Юля Смелых Юлечка, расскажи, потеплеет у нас сегодня или... Привет, Нина! Привет, Игорь! Ну, лето остается Ему никуда не деться Потому что июль на календаре Но не все так сразу меняется Давайте расскажу, что происходит После дождика в четверг Есть такое известное выражение Так вот, сегодня оно все еще будет актуально Несмотря на то, что новости из гидрометцентра Как и картинка Вот этот циклон, видите, он уходит Картинка тоже очень приятная Но осадки сегодня все-таки еще возможны Вот этот господствующий над нашим краем циклон Он, наконец-то, я уже сказала, отступает Но все-таки за ним остаются такие остаточные явления Вот в течение сегодняшнего дня Преимущественно во второй половине Может кое-где покапать Вероятность наибольшая остается В юго-восточных и в восточных участках Районах нашего края В целом, в температурном плане Наконец-то тенденция к прогреву наступает Пусть это медленно, но все-таки верно Поэтому сейчас давайте посмотрим на эти самые температуры На севере в Ейске, в Тихорецке 25-27 с плюсом В Приморско-Ахтарске еще теплее До 28 на термометрах На востоке, в Армавире, Лобинске 27-29 А в дневное время В Кропоткине вообще до 30 может прогреться воздух В центре и на западе В Крымске, в Славинске, на Кубани И в горячем ключе такие же показатели 27-29 с плюсом На Черноморском побережье Такие же, кстати, 27-29 приятные В Новороссийске и в Геленджике В Анапе 28 с плюсом В Сочи 25-27 В дневное время Может быть, немножечко покапает Ну и что же в Краснодаре происходит Как уже я говорила, повторюсь И синоптики это тоже подтверждают Вот этот дождик Во второй половине дня возможен Днем 27-29 Ну и приятно, что давление В общем-то стабилизируется, оно в норме Получается, что прогноз-то в целом Тоже такой нормальный, летний Все будет хорошо Так что имейте в виду Что может быть дождик И выбирайте одежду Спасибо, Юль, ну будем иметь в виду Конечно, завтра собираясь на работу Обязательно оденемся в погоду Да, сегодня, потому что уже поздно Мы пришли на работу Друзья, но вообще сегодняшний день Знаменательный еще и тем, что Сегодня день создания органов Государственного пожарного надзора Мы решили эту тему немного расширить Потому что, ну, пожар в нашем крае Это не самая большая опасность Слава Богу Наверное, больше таких ситуаций Возникает неприятных на воде Потому что купальный сезон, лето Много туристов Да, и для того, чтобы выяснить Как защитить себя и помочь окружающим Мы пригласили замечательного человека Евгений Гущин Врач Центра медицины катастроф Жень, доброе утро Здравствуйте Расскажите, о чем вот вы занимаетесь? Да, Центр медицины катастроф Кому помогаете? Мы помогаем всем нашим гражданам Но чаще всего наш Центр привлекается Только в случаях серьезных Чрезвычайных ситуаций Серьезных дорожно-транспортных Правопроисшествий То есть наша задача Именно работать в экстренных ситуациях Где служба скорой помощи Может, скажем так Не издюжить И потребуется необходимый Поддержка Поддержка Усиливаете скорую помощь Можно так Жень, ну вот сейчас Очень многие едут на море Это неудивительно И, конечно, возникают Различные неприятные ситуации Вот, например, если ты видишь Что человек тонет Как себя вести? Во-первых, можно ли Подплывать к такому человеку Чтобы помочь? Я, например, очень плохо плаваю Только по собачьи Что делать в этой ситуации? Ну, если человек Как бы человек хорошо не плавал К тонущему человеку Нужно подбираться очень аккуратно Причем желательно с той стороны Где вы не попадете В его поле зрения Потому что человек будет хвататься Из всех сил за жизнь Поэтому, скорее всего, он И вам несколько нервов попортит Поэтому первым делом Необходимо все-таки Обратить внимание Спасателей, которые дежурят на пляже Которые обладают Спасательными средствами Плавсредствами То есть пострадавшим из воды Гораздо легче будет вынимать Если подойти к нему на плавсредства А не, собственно, в плавь самостоятельно А если, допустим, вот Случилась такая ситуация Вытащили человека без сознания Из воды Как-то можно ему помочь С собственными силами? Конечно, не просто можно Обязательно нужно ему помочь Необходимо первым делом Очистить полость рта и носа От возможных загрязнителей Там может быть ил Могут быть водоросли После этого необходимо будет Слить ту жидкость Которая находится у него В желудке и в легке Это как сделать? А это все достаточно просто Человека просто Необходимо поместить себе на колено И достаточно сильно его придавить То есть живот на колено Голова Животом на колено Голова вниз И достаточно сильно его придавить Току жидкости ничего там Не будет, скажем, препятствовать И жидкость спокойно из него выйдет После этого необходимо уложить Пострадавшего на спину И помощь необходимо будет оказывать Непосредственно с искусственной вентиляцией легких То есть сначала мы делаем Пять последовательных вдохов После этого мы приступаем Сердечно-легочной реанимации То есть это не прямой массаж сердца? Да, это не прямой массаж сердца И искусственная вентиляция легких Они идут в паре Ага, можете продемонстрировать? Да, конечно Тем более у нас товарищи, по-моему, плохо Прямо посреди студии Не прямой массаж сердца Этому наверняка нужно научить Каждого гражданина любой страны Потому что, ну... Не прямой массаж сердца И искусственная вентиляция легких Входит в перечень первой помощи То есть это даже не медицинская помощь Это должен знать каждый Если человек находится без сознания И без дыхания, тогда ему показано реанимационное мероприятие До приезда скорой помощи Естественно Показывайте, как это делать Просто в другом случае он не доживет Так Первым делом мы располагаемся сбоку от пострадавшего Находим середину грудины Так Найти ее достаточно просто Мы нащупываем очевидный отросток Он находится... Где солнечное сплетение Да, грубо говоря В месте соединения реберных Отступаем от него пару сантиметров И устанавливаем основание ладони на грудину Вторую руку кладем сверху в замок Приподнимаем пальцы И давить мы будем не силой собственных рук А массой собственного тела Выглядит это следующим образом Мы наклоняемся вперед Руки у нас прямые, не согнуты в локте И начинаем компрессии Компрессии проводятся с частотой 100-120 минут Где-то чуть реже, чем 2 раза в секунду На глубину порядка 4-5 сантиметров Как это выглядит? То есть достаточно часто Достаточно часто, без остановки Мы делаем 30 последовательных компрессий Потом переключаемся на искусственную вентиляцию То есть мы делаем 30 компрессий и 2 вдоха Можно попробовать? Конечно Так, Игорь, ну я Ну давай Итак, вот у нас примерно солнечное сплетение Отступаем пару сантиметров И вот сюда Все верно Вторую руку сверху в замок Вот так Наклоняйтесь вперед Наклоняйтесь вперед Наклоняйтесь вперед Локти прямые И начинайте давить Вот с такой примерно частотой? Примерно с такой, да Чуть реже, чем 2 раза в секунду Все верно 30 Почему он не оживает? Дело в том, что это учебный манекен И пока вы его полчасика не покачаете Он скорее всего не подастся То есть это не значит, что я делаю неправильно? Нет, это абсолютно не значит, что вы делаете неправильно Все вы делали верно, позиция правильная Спасибо Но не всегда получается, скажем так Спасибо Ну попробовать стоит Попробовать оказать первую помощь обязательно Спасибо вам огромное, Евгений Друзья, если вдруг что-то пропустили И не понимаете, почему я не смогла оживить человека Заходите на сайт нашего телеканала Кубань24.tv Все расскажем, все покажем А прямо сейчас у нас что? Шустряки! Доброе утро, наши самые любимые телезрители Самый позитивный привет В эфире программа «Шустрое утро» Сегодня мы вместе с вами продолжим делать самые необычные вещи своими руками Но только сначала я предлагаю послушать нашего Шустряка Это само собой «Привет, Шустрик!» Привет, привет, мои хорошие! Это Шустрик и сегодня я расскажу вам про гривистого волка В Южной Америке обитает одно уникальное животное Которое называют гривистый волк или гуара Она обладает одновременно чертами волка и лисийцы И относится к реликтовым животным В большей степени ведут одиночный образ жизни Объединяясь в пары лишь в брачные периоды Для них не характерно образование стайка для большинства псовых Пик наибольшей активности приходится на вечернее и ночное время Кормятся животные поодиночке Для людей гуара не опасен Не было ни одного зарегистрированного случая нападения этого животного на человека Численность гривистого волка неуклонно снижается Гуара не очень проворное животное И является легкой добычей для охотников На этом мне пора заканчивать С вами был Шустрик Увидимся совсем скоро Пока! Дорогие телезрители, друзья, сегодня мы с вами будем делать сову из природных и неприродных материалов Поэтому быстренько забираем себе свои конверты, открываем их И вам там должна попасться заготовка Вот мне попалась вот такая мордочка совы Уверен, у вас тоже Вы можете разложить Смотрите, у вас должно быть два крыла, мордочка и две лапки Мы берем шишку Любую, какую хотим И с помощью пластилина мы должны сделать сову То есть прикрепляем Да, вот так с помощью пластилина И у вас получится такая смешная сова Ну, в общем, давайте, кто первый сделает, тот будет чемпион по совам Помощь, пластилин, помощь Это лапка Ой, давай, давай, ну плисся Кажется, я выиграю, ребят А мне кажется, что я выиграю У меня уже сова с лапками почти У меня тоже Я все? Я все Во! Я первая, я первая Я готова У меня первая Матвей, давай Ты сделал первый Покажи зрителям свою сову Что у нее с крыльями случилось Почему ее как-то Она косокрылая Косокрылая сова Что с ней случилось, расскажи И что, где ее ноги Потому что она долго живет Уже без крыла Уже и без головы Ну, а пока Матвея сова лечится Давайте У Кати тоже сова немножечко пострадала Нет Кать, расскажи нам про свою сову Ничего Такая сова, которая делает Ну, а что? Ну, а что я могу сказать? Ничего Так Расскажу про мою сову У меня вот такая сова получилась Она может шевелить ножкой Тык-тык-тык-тык Крылышком Пум-пум-пум-пум И даже подмигивает Смотрите Так, давайте посадим наших сов вместе Маля-маля Катина сова Ну и что? А что? Ничего Матвея сова, которая разваливается Не по дням, а по часам Сове Матвея нужно в совинный госпиталь Желательно на год Ну что, друзья Пока сова Матвея все-таки Обретает свою форму Предлагаю вам посмотреть рубрику Которая называется как? За и против Правильно За и против Смотрим На просторах интернета был замечен забавный рекорд Мужчина, ловко жонглируя кубиками Рубика Умудрился их собрать В чем его секрет? Узнаем у наших ребят За и против Привет, ребята Здравствуйте Здрасте Как дела ваши? Нормально Отлично Скажите, как у него так получилось? Наверное, просто игрался с тубиками Как маленький Мне кажется, потому что он жонглировал И пока он жонглировал Он, когда кубик ему в две руки попадался Он их перекручивал И как-то по удаче, может быть, собрал А мне кажется, что он долго тренировался А мне кажется, что он просто схитрил И кто-то за него собирал Я думаю, что это монтаж Монтаж Вот К самому главному вопросу переходим Скажите, это вообще правда так можно? Нет Или все-таки он там что-то придумал? Это фокус? Это фокус, это невозможно Это фотошоп просто Я верю Вдруг ему просто повезло, и он так сделал И решили заснять на камеру И просто повезло, что он так сделал А сколько нужно тренироваться, чтобы так получилось? 300 лет Да Ну, наверное, лет 5 лет Лет 5, а что нужно для этого делать? Какие-то упражнения? Для этого надо сначала научиться быстро их собирать А потом еще джонглировать И это делать одновременно Скажите, а как нужно тренироваться? Очень усердно 300 лет Очень долго 300 лет или более Скажите, какие вы делали необычные вещи? Студновато Лично я просто нырял в лужи В лужи? Сначала я перепрыгнуть смогу уже А потом прямо в лужу пошел У нас был веселый старт И у нас были такие мячики, на которых прыгать надо Вот Я пропрыгала на этих мячиках Я не умела на них прыгать А потом, когда я вернулась обратно, чтобы передать этот мячик Другой побежал Я полетела прямо в ворота Ворота? Футбольные? Да И забила сама собой гол? Да Молодец! Лера, а ты что делала необычного в жизни? Ничего такого Вы за или против подобных фокусов? За Против Потому что можно так друга придавить Чем? Кубиком? Не кубик Ладно, ладно Ну наш эфир подошел к концу Присылайте нам свои лайфхаки А для этого вам нужно подписаться на наш ютуб канал Или в инстаграм Ссылки, между прочим, уже на экране А с вами были Денис, Катя и я, Матвей И, конечно же, наше любимое Шустрое утро! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok